15-летний Сергей в столярном цехе реабилитационного центра, как сам говорит, фантазирует от скворечника до каких-то более серьезных и масштабных поделок. А еще кропотливая работа развивает терпение и усидчивость. Вот допустим на вот такую зелье у меня уйдет три занятия, то есть еще три останется. То есть на это уходит, тебя никто не торопит, ты сам делаешь. То есть успел сделать, ты забираешь домой. То есть по желанию можешь здесь встать. Но это лишь хобби. Рассказывает Сергей главе региона Игорю Кобзеву. Профессию молодой человек выберет другую. Ну тебе вот это конструирование нравится само, да? Ты кем хотел стать? Ну я вообще хочу стать, если честно, программистом, потому что дерево это так, может быть... Это хобби, правильно? Это хобби. Все услышал. Молодец, спасибо, давай. Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями принимает пациентов со всей области. В ГОС здесь восстанавливаются почти 3000 человек. Основные заболевания – ДЦП, повреждение опорно-двигательного аппарата, нарушение слуха и речи. Слышно, слышно? Бросай. Сурдолог Елена Никитина в центре работает 15 лет. Ее задача – развивать слуховое восприятие юных пациентов. Часто рассказывает, приходится быть и психологом, чтобы точно понимать, где ребенок не хитрит, а именно говорит правду. Мое дело выявить, сказать, на каких там звуках или еще что-то, на каких частотах там плохо они слышат. И педагоги уже работают, потому что у них есть специальные методики разработанные. Реабилитация в центре комплексная. Медицинские, психологические, социально-бытовые услуги, в которых нуждается семья. И, конечно, оборудование в такой сфере должно быть только самое современное. Хочу построить еще пристрой к стационару, чтобы все-таки мы открывались почти 20 лет назад, уже немножко все устарело. А хотелось бы, чтобы открылась еще стационар с современными комнатами на два человека, чтобы были душевые кабины, ну и так далее. Но я этого сегодня не говорила. Но это у меня есть в душе, и есть эта потребность такая, и мы над этим начинаем работать. Игорь Кобзев подчеркивает, вопросы поддержки людей с ограниченными возможностями в приоритете. В этом году мы должны выйти на ту прямую, где каждый человек, каждый житель должен понимать, что, в каком направлении мы будем двигаться, какими задачами мы будем выполнять в этом году, какие задачи по строительству, по реконструкции, в том числе все, что касается вашего направления, мы будем видеть в ближайшие пять лет. На сегодня активно идет работа по подготовке стратегии социально-экономического развития области. Глава региона призывает представителей общественных организаций, в том числе, подключиться к этой работе и высказать свои предложения. Яна Романова, Сергей Коваленков. Новости сейчас.